Тем временем, пока путешествия за пределы страны для казахстанцев под запретом, а погода балует, многие все чаще выбирают городские пляжи. В большинстве регионов Казахстана туристический сезон уже стартовал. Купальный сезон официально открылся и в октобе. Накануне там ослабили карантинные ограничения. Такие меры безопасности предприняты специалистами и в местах отдыха. И в прямом эфире об этом расскажет нам Айсулу Махмутова. Айсулу, скажите, где вы сейчас находитесь? Алмаз. В данное время мы находимся на территории одного из излюбленных мест отдыха жителей области. Это побережье Актюбинского водохранилища. Оно находится за городом и жаркие дни здесь предпочитают коротать сотни детей и взрослых. Пляж охраняется здесь довольно чисто. Дежурят специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям. О мерах безопасности заботится и администрация в связи с последними событиями. На входе посетителям нужно измерять температуру, соблюдать масочный режим. Лежаки должны быть установлены на дистанции одного метра. Все объекты отдыха должны проводить регулярную дезинфекцию помещений и территории, иметь в наличии антисептики. Обслуживающий персонал должен носить маски, перчатки. Если среди отдыхающих замечены симптомы вируса – сухой кашель, повышенная температура, а дышка – необходимо немедленно вызвать бригаду скорой помощи. К открытию купального сезона спасатели готовились больше двух недель. Они проводили работы по обследованию дна водоемов и очистке рек от скопившегося мусора. Водолазы доставали из воды кирпичи, металлические изделия, стекло и рыболовные сети. В общем, все, что может нанести вред здоровью человека. В местах, где купание официально запрещено, устанавливали соответствующие знаки. О том, сколько пляжей в области получили разрешение, нам расскажет представитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Евгений Овчарский. Евгений Владимирович, добрый день. Вам слово. На сегодняшний день на территории Актюбинской области планируется задействовать 51 пляж, из них 9 в городе Актюбе и 42 пляжа будут работать в районах области. Также в целях безопасности организации на территории Актюбинской области организовываются ежедневные рейды по выявлению купающегося населения в неустановленных местах. Для этого задействовано более 300 сотрудников. К этой работе мы также подключили сотрудников местной полицейской службы, ювенальной полиции. Нам помогает институт МВД Республики Казахстан, который находится на территории города Актюбе. Также спасателями обследованы все водоемы Актюбинской области. При этом выявлено более 200 мест непригодных для купания, где установлены запрещающие знаки. Основные причины на сегодняшний день гибели людей на водоемах это купание в запрещенных местах, а также оставление детей без присмотра. поиска.